В начале 90-х, кто постарше помнит, витрины бесчисленных ларьков и палаток украшали целые батареи бутылок и банок всех цветов и размеров. Среди этого пестрого великолепия легко узнавались бело-зеленые этикетки датского пива «Туборг». Рядом со стандартными стояли точно такие же по размеру банки с тем же «Туборгом», но стоили они дороже. Дело в том, что эту упаковку украшала знаменитая картина с усталым путником, отдыхающим посреди летнего зноя. Ушлые продавцы чувствовали, что банку с мужиком все равно купят, только из-за дизайна, и смело завышали цену. И я, конечно, тоже переплачивал. Хотелось, так сказать, приобщиться. Да, в мире есть еще вещи, за которые платят только потому, что они несут в себе печать чьего-то вдохновения. И сегодня у нас один из настоящих шедевров промышленного дизайна. Привет, это Road Emotional, а это единственный и неповторимый Victory Vision Tour. Да, обычно столь свободный полет фантазии могут позволить себе лишь кастомайзеры. В их умелых руках рождаются шедевры, линии силуэта которых можно созерцать и изучать сколь угодно долго. Дизайн товаров, рассчитанных на серийное производство, как правило, гораздо сдержаннее. Он изначально рассчитан на то, чтобы попадать во вкусы как можно большего числа потенциальных потребителей. Если кто не знал, Марка и Виктория – это часть концерна Polaris, который известен тем, что выпускает снегоходы, квадроциклы и кучу подобной техники. Так вот, тут возникает вопрос. Концерн Polaris – это очень серьезный бизнесмен. Что могло заставить их так рисковать и выпускать в свет нечто столь экстравагантное? Ответ здесь весьма прост. Режит он как раз в области прагматики. Достаточно вспомнить, когда появился Вижн и что этому предшествовало. Итак, Виктория Вижн был представлен по члену публики в феврале 2007 года. Официальная история компании гласит, что целью Виктория стало расширение линейки, вход в сегмент тяжелых туринговых мотоцелков. В тот момент там уже боролись за потребителей не только основной конкурент Виктория – Харли со своими электричкой Road Glide, но и Хонда с легендарной 1800-й Голдой, а также БМВ с R1200RT и K1200LT. Безусловно, вступать в борьбу с такими мастодонтами можно только имея на руках нечто очень серьезное. Ну и если особо не запариваться, можно сказать, что Polaris взяли выдающиеся черты всех конкурентов, собрали вместе и получилась такая необычная форма. А вот если запариться, то выяснится, что со дня основания годовые продажи Виктории никогда не превышали полутора десятков тысяч штук. Тогда как Харли за тот же 2006 год продали 350 тысяч своих мотоциклов. А если еще запариться глубже, то становится понятно, что Polaris и создавал Виктория с целью прямой конкуренции именно с Харли. К началу 2007 года история этой борьбы уже насчитывала десяток лет. При этом не то, что победы заявлены в броском названии бренда, а даже сколько-нибудь различимого движения в сторону изменения такой ситуации не намечалось. То есть в тот момент Polaris ждал от Виктория рывка. И этот рывок, пусть не кратковременный, а долгосрочной перспективы, все-таки произошел. Вот вы знаете, когда начал готовить этот материал, сразу подумал. Вот Виктория, победа, вижен, видение, фридом, свобода. Какие-то странные чересчур броские слова. Ну, допустим, вижен, понятно, это такое видение у компании туристического мотоцикла. А свобода тогда от чего? А победа над чем? Я залез на американские форумы викториодов и вот что обнаружил. Они там с жаром обсуждали, что у Харли не более 35% элементов сделаны на территории США. А у Виктори этот показатель превышает 80%. Казалось бы, ерунда, но если встать на позицию патриота, заинтересованного в процветании страны и ее граждан, то аргумент выглядит существенным. Так поларис патриоты, что ли? Борцы с глобализмом, вот это вот все? Всеобщее равенство возможностей и свободы? Ведь Америка на этом стоит. Вот этот орел, символ свободы. Статую свободы видели переселенцы, впервые приезжающие в США. Кстати, статуя свободы, она же стоит в Нью-Йорке. Я все думал, что мне напоминает этот монументальный двигатель. Слушайте, это же башни-близнецы. Еще один символ той Америки. Вот сравните. Это дизайнерская концепция. Да, там дизайнеры работали первыми, а инженеры вписывали свои решения в утвержденный дизайн-проект. Так вот, этот концепт был разработан еще до катастрофы 11 сентября. Для первой модели Виктори в В-92С. То есть, выпуская Виктори, Паларис строил не просто конкурента Харли. Слушайте, у меня все сошлось. Презентация первого мотоцикла марки Виктори в В-92С прошла в июне 1997 года. В ресторане планеты Голливуд расположен на территории торгового центра Мол Америка. Ни много, ни мало. А первый серийный В-92С сошел с конвейера не когда-нибудь. А в день независимости США 4 июля 1998 года. То есть, Паларис изначально строили американский мотоцикл более американский, чем сама Америка, по-моему. Отсюда это желание максимально локализовать производство на территории США. Отсюда высочайшие стандарты качества. По результатам исследования Американского союза потребителей, Виктори был признан самым качественным американским мотоциклом. И пятым после продукции большой японской четверки в списке самых надежных мотоциклов в мире. И вы знаете, я думаю, что конкуренция с Харли для Паларис – это не просто попытка отжать денег на чужой территории. Хотя это тоже. Дело в том, что история этих двух компаний местами поразительно схожа. Вот смотрите. В 1954 году, на момент преображения небольшой компании по ремонту сельхозоборудования в Паларис Индестрис, Харли уже был гигантом с полувековой историей, госконтрактами и армией преданных почитателей. Компании жили и развивались каждая своим путем до определенного момента. А потом... Мы все более-менее хорошо знаем об американском топливном кризисе 1973 года, но мало осведомлены о промышленном кризисе, начавшемся в 60-х. Википедия об этом говорит нам, что с 1945 года Америка имела неограниченный доступ к источникам сырья и рынкам сбыта для своих товаров во всем мире. Из-за разорения Европы в этот период в США производилось около трети всех промышленных товаров мира. Но к 60-м не только развитые, но и развивающиеся страны третьего мира начали конкурировать в США в экономике и поднимать цены на свое сырье. Японские и европейские автомобили, сталь, электроника и прочие высокотехнологичные товары успешно конкурировали с американскими. Уже не только за границей, но и во внутреннем рынке США. Это породило одновременно рост цен и волну разорения американских производителей. Так вот на этой волне разорений в 1968 году «Поларис» вынужденно становится частью промышленного конгломерата «Тэкстрон». А в 1969-м такая же судьба постигает «Харли Дэвидсон». Их покупает корпорация АМФ. Годы в подчиненном положении дали возможность избежать краха, но по большому счету ничем хорошим для обеих компаний не обернулись. Достаточно сказать, что в эти годы «Харлей» бросается то на производство малоокубаторных эндуриков, то вообще в производство снегоходов. Да, с 1971 по 1975 ХД производили снегоходы. В итоге разными путями обе компании очередной раз пришли на грань банкротства. И в 1981 году каждая была выкуплена совместными усилиями топ-менеджмента. В истории ХД этот период известен как «Бунт-13». Так вот, начав в 1981-м фактически с нуля, к моменту рождения бренда «Виктори», «Поларис», как компания, уже был в 4 раза больше «Харли Дэвидсон». То есть за 15 лет им удалось добиться куда более впечатляющих результатов, чем ХД. И по бизнесу у них и так было все хорошо. Очевидно, в руководстве «Поларис» был кто-то, кому не очень нравилось направление «Избранное ХД». Ну, на всеобщее удешевление, передачу производств на аутсорс и вот это вот все. Ребята из Миннесоты, очевидно, посчитали, что Америке нужен американский мотоцикл. И они его ей дали. Таким образом, в проекте «Виктори» «Поларис» загнали себя в заведомо невыгодные условия и начали производить технологичные, современные, практически полностью собранные на территории США мотоциклы, еще и по конкурентным на американском рынке ценам. Ну, скажу так. Если бы это не был «Поларис», то, скорее всего, эта игра в патриотизм закончилась бы очень плохо. И «Дон Кихоты» были бы отправлены в самый дальний и мрачный мрак бездны. Но «Поларис» неуклонно рос за счет других направлений бизнеса. А компания «Виктори» все эти годы как-то даже сводила концы с концами. Тем не менее, рывок был нужен. А не суперсовременный стадиюмовый мотор «Фридом», не красавец «Вегас» ожидаемого результата не приносили. Да, все это было круто и качественно, но оставалось не более чем не очень понятной сердцу консервативного американского мотоциклиста альтернативы родному и близкому «Харли». С неизменной лужицей масло на асфальте и задушевной потатой, от которого до сих пор во всем мире начинают чаще биться сердца мужчин сильно за 40. И тогда «Виктори» начали готовить почву для рывка буквально в стратосферу. В 2004-м в команду пришел Грег Брю, директор по промышленному дизайну из BMW. Этот человек непосредственно ввел проекты по разработке R1200RT и второго поколения K1200LT. А теперь смотрите. Вот рама BMW K1200LT. А вот рама «Виктори Вижн». А? Есть что-то общее? Тот же принцип полой несущей конструкции, отлитой из алюминия. Идем дальше. Смотрите. Вот морда BMW R1200RT. А вот морда «Виктори Вижн». Ну, даже центральный фонарь присутствует. Впрочем, здесь нетрудно угадать и еще один источник вдохновения. Гляньте. Вот «Виктори Вижн», так сказать, «Анфас». А вот ее величество «Голда-полторашка». Вот здесь, благодаря этой металлической накладке, сходство с ГЛ1500 видно особенно хорошо. Да, заходя в такой сегмент, «Виктори» готовились драться со всеми и готовились очень серьезно. Уже одно то, что вместо стандартной дуплексной была применена хребтовая алюминиевая рама. Технологически унесло «Виктори» в заоблачные дали не только от аркаичного «Харлея», но даже от «Голды», где установлена хоть и алюминиевая, но гораздо менее технологичная конструкция. Специально под выпуск «Вижн» 5 миллионов долларов потратили на разработку вот этого нового 106-дюймового мотора. По-нашему это 1731 кубический сантиметр. В этот момент у «Харли Дэвидсон» в ходу был еще 88-й мотор, 96-й пошел только в 2007 году. А этот «Вэтвин» с одной стороны тру-воздушка, нижневальный и все такое. А с другой применены все возможные современные технологии для того, чтобы наиболее эффективно использовать потенциал этого двигателя. Четыре клапана на цилиндр. Вместо толкателей цепи ГРМ. Воздух во впуск поступает не сбоку, нагреваясь между горячими головами, как на ХД, а прохладный, сверху, через раму, создавая таким образом как бы эффект интеркулера. И, конечно же, опять дизайн. Снаружи не оставлено вообще ничего, чтобы отвлекало взгляд от эпичной монументальности этого «Вэтвина». Да, и здесь изначально применена шестиступенчатая коробка передач. Честно сказать, в «Стане врагов» на тот момент только BMW R1200RT могла похвастать шестой передачей. «Харлис» похватится и начнет делать шестиступку в 2007 году, а «Голда» и «Элтеха» так и останутся пятиступенчатыми до самой смены поколения. В общем, в техническом плане мод, с которым «Виктори» собрались идти на прорыв, был практически идеальным. И снова дизайн. Ведь этому бриллианту нужна была достойная оправа. И вот тут дизайнеры поступили согласно той концепции, ради воплощения которых «Поларис» собственно и запускал проект «Виктори». Грег Брю вместе с главным дизайнером Виктори Майком Сонгом отбросили все стереотипы нового времени с его утилитарностью и прагматичной безликостью и обратили взор в сторону золотого века американского автопрома, когда каждый автомобиль представлял собой завершенное произведение искусства. Нет, они не искали прямых заимствований в прошлом. Наоборот, опираясь на славные традиции той Америки, стали строить по-настоящему концептуальный мотоцикл нового времени. Вы знаете, я смотрю и вижу, ведь им действительно удалось вот этими плавными линиями создать двигателю буквально оправу. А потом здесь куда ни кинь, везде латинское вид. Вот, 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 вот. В одном из своих интервью Грег Брю признался, что боролся с технарями за каждую мелочь и не допускал ни малейшего отклонения от утвержденного дизайн-проекта. И вот я подумал, развал цилиндров этого двигателя равен 50 градусов. А откуда промышленному дизайну могло прийти в голову, что этот угол именно должен быть 50 градусов? И тут я понял. Вот. Я приложил транспортир. И правда, угол между линиями этой буквы В равен 50 градусов. В общем, прежде чем мы продолжим, я хочу сказать, что в контексте этого проекта Vision – это видение авторами нового американского мотоцикла. Freedom – это свобода творчества. А Victory – это победа над стереотипом. Перед нами редчайший для нашего безликого времени случай, когда продукт массового потребления представляет собой цельное, яркое, внятное творческое высказывание. Есть ли смысл говорить о том, что мод изначально упакован, ну, что называется, под завязку? Круиз-контроль, подогрев ручек и сидений, куча кофров, бардачков, ящиков и ниш. Радио и так далее. Если у вас метр 85, то на Victory Vision Tour вы будете смотреться как-то так. Вот, собственно говоря, только оказавшись в кресле пилота, становится понятен полностью концепт дизайнеров, примененный здесь. Ребятам из Victory нужно было проскочить между Харлеем, Голдой и БМВ. И только оказавшись здесь, становится понятно, зачем они устроили всю эту феерию дизайна. На электричке мы сидим в расслабленной позе, ноги чуть вперед и видим перед собой живое наследие американского мотопрома, отлитое в металле. На Голде и БМВ мы с небольшими нюансами отличий сидим в геометрически правильной позиции, спина прямо, ноги под 90 градусов. И видим перед собой капитанский мостик межгалактического крейсера, несущегося в будущее. А Victory Vision объединил в себе расслабленную посадку, близкую к консервативному сердцу американского мотоциклиста, и ощущение присутствия на капитанском мостике межгалактического лайнера. Так, ну по панели приборов все понятно. Уровень топлива, спидометр, тахометр, заряд батареи. Значит, здесь у нас подогрев ручек, он двухпозиционный, аварийка, вот это вот фара-миньон, которая в центре, а это программируемое радио. Так, значит, что у нас здесь? Ну, управление бортовым компьютером. Тут время, температура, значит, общий пробег, Trip-1, Trip-2, ну, все понятно, расход топлива, вот написано, сколько километров на литре проезжает. Так, левый пульт. Это ближний-дальний, это, вон, или это, лобовое стекло, поворотники, фафа и музыка. Ну, и вот здесь управление бортовым компьютером. Так, правый пульт. Ну, тут все просто. Kill-switch, старт и управление круиз-контролем. В принципе, этот мод уже шедевр, даже когда просто стоит на месте. Но ведь он же еще и ездит. И, судя по многочисленным отзывам, делает это так же круто, как и выглядит. Так что, для начала слушаем классический, стандартный выхлоп Victory Vision Tour. Так. О! Ну и поехали! Оп! Victory Vision – один из тех мотоциклов, начиная с знакомства с которым посреди огромного города. Опасаешься, что масса, габариты и обилие пластика станут серьезной помехой для прикатывания в транспортном потоке. Однако этот гигант дал понять, что он и правда большой, буквально лишь в первом повороте. А затем показал такой уровень стабильности и управляемости, что уже на пятой минуте поездки я освоился и начал кайфовать. Так, кайфовать тут есть отчего. Максимально расслабленная посадка в мягком глубоком кресле создает ощущение какого-то шезлонга. Я, пожалуй, и не припомню мотоциклов, которые бы дарили райдеру такие ощущения. Своим услугам все возможные няшки, наваливать совсем не хочется. Сидишь себе развалять в кресле посреди транспортного потока и тебя обдувает теплый ветерок. Вот такое ощущение. Теперь и по функционалу. Коробка работает четко. Индикатор на панели приборов крупными цифрами показывает на какой ты сейчас передача. Ловить нейтраль я приноровился минут за 5-7. По поводу тормозов. Виктори Вижн не спорт, а туринг массой свыше 4-х центнеров, поэтому ждать от него замедления в колы от легкого прикосновения не стоит. Если подходить к этому великану трезво, то тормозов ему более чем хватает. Разгонная динамика. Тут все вальяжно. Не лениво, не слабо, а именно вальяжно. В ручке газа чувствуется потенциал почти двухлитрового ветвина, но отдает он его, слегка подумав и как бы убедившись, что тебе это точно надо. И самое для меня неожиданное. Эта яхта с размахом зеркал метра 10 прекрасно чувствует себя в потоке. В междуряде на нем сходу, конечно, страшновато, но в целом он без проблем прошивает московские пробки. В общем, когда я попытался для себя определить, с чем бы сравнить движение на этом мотоцикле, единственное, что мне пришло в голову, это сравнение с походом на пляж. Максимально расслабленное времяпровождение в потоках теплого ветра. Спешить некуда, а солнце еще высоко. Знаете, за сколько времени после презентации был закрыт предзаказ на первую партию Виктори Вижн? Семь минут. Честно говоря, я думаю, что этот мотоцикл мог быть в той самой первой партии. Он по документам 2007 года, хотя официальные продажи в США начались с 2008. Если вкратце, то так. Мод крупный, требует к себе, конечно, особого подхода. На дороге вальяжный, без суеты и хулиганства. Шнуровать в городе может, но это не его стихия. Он рожден для дальних путешествий вдвоем. Вот с этим Виктори Вижн Тур справится на 5, я вас уверяю. Ребят, но брать такое имеет смысл только в том случае, если вы в состоянии оценить его уникальность. Честно говоря, я вообще не понимаю, как, однажды став обладателем такого шедевра, найти в себе силы, чтобы потом избавиться от него. Вначале я говорил, что Polaris ждал от Виктора рывка, и этот рывок произошел. На самом деле, произошел больше, чем рывок. Ведь только увидев Вижн во всей красе, в головном офисе Polaris поверили в том, что их команда способна строить ультрасовременные и по-настоящему конкурентоспособные американские мотоциклы. А это значит, что последний недостающий фрагмент пазла – вековая история марки. В 2011-м Polaris купил Индиан. Пазл сложился. В 2017-м компания Виктори прекратила свое существование. А уже в 2018-м подразделение по производству мотоциклов Индиан превзошло Харли Дэвидсон по объему продаж и уровню прибыли. А вот этот прекрасный мотоцикл, заявленный как видение победы, стал ее предвидением и, к сожалению, видением. А у меня на сегодня все. И не переключайтесь, ведь дальше будет только интереснее. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok